МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Во мне живет новая жизнь, и я к ней готова. Со мной моя мама Оля и подруга Настя. Екатерина, 22 года. Спустя 8 лет отношений с возлюбленным поняла, что никогда не сможет ему доверять, и отменила свадьбу, находясь на третьем месяце беременности. Екатерина – актриса театра. Гордится разрядом мастера спорта по спортивным бальным танцам и своей дружной семьей. Мечтает побывать в Париже и стать художественным руководителем театра. Предупреждает, что уже 6 месяцев находится в интересном положении. Екатерина опасается кавалеров, которые пытаются припудрить свой образ во время общения с ней и не любят, когда мужчина нервничает в ее присутствии. Выйдет замуж за предприимчивого, щедрого и уверенного в себе мужчину, который сможет стать отцом и ее будущему сыну. Здравствуйте. Здравствуйте. А кто из вас мама? Мама вот я. Сколько же вам лет? 43. Ну будет. Будет в этом году, в июле 22-го. 43 и так выглядит. Молода очень. Жень, ты сюда пришел не за ее мамой. Ну да. И еще у вас мальчик Максим в очреве вашем. Да. А ты что скажешь? Ну, мне очень даже нравится. Вы закончили институт? Да, я уже работаю. А где вы работаете? В театре? Да. В каком? В Модерне. Понятно. Вы сейчас на 6-м месяце беременности. А как так случилось, что 8 лет отношений не закончились браком? Вот с отцом вашего ребенка будущего. Ну, так получилось, что мы познакомились с ним в 13 лет. Когда мне было, ему было 16. Отношения начали развиваться. Он очень активно ухаживал за мной. Моя первая любовь. Активно это как? Ну, проявлял, поступки совершал, добивался у меня, цветы дарил. А мама в это время колотилась в страстях с вашим папой. Дети вообще есть с мужем? Да, у меня есть сестра Василиса. Вот Василиса. В общем, вы влюбились. Да, я очень сильно влюбилась. Отношения потом начали развиваться, стали более серьезными. А серьезные-то как? Прямо спаливо, да? Нет, но это уже ближе к концу школы произошло. Потом я решила поступать в Москву. Поступать в театральное институт? Да, это, естественно, отразилось на наших отношениях, так как расставание и у меня здесь появились немного другие интересы. Он не хотел Вас отпускать в Москву? Да, он хотел, чтобы я осталась в Белгороде, но я не видела там своего будущего. Я хотела дальше развиваться. Мне было это очень интересно. Тем более я понимала, что это не так далеко, и мы можем делиться. Родители поддержали Вас в желании уехать в Москву, покорять в столицу, поступить театральное? Да, родители меня всегда поддерживают. Они мои очень близкие друзья и всегда находятся рядом со мной и папа, и мама. Вы приезжаете в Москву, все готовите, снимаете квартиру для того, чтобы вы вместе жили. Вот он приезжает. Взрослый мужчина к молодой девушке. Да. И почему-то не работает, не находит он работы. Получилось, что я живу в Москве, и когда мы расстаемся опять в очередной раз, из-за его оскорблений в мою сторону, он меня очень сильно оскорблял. А какие были претензии? Как он Вас оскорблял? Претензии? Он не понимал, почему сессия в театральном вузе заканчивается в 12 ночи, почему в час ночи можно репетировать отрывок там, почему... Ох, сказали, это еще что? Это я еще артисткой не стала, когда артисты, там я гласуточно буду. Да, да. Творческие люди, тем более в театральном-то, они постоянно репетируют. Мы живем у меня, вот, ему помогают устроиться здесь его родители, он стажируется. Вы в это время снимаетесь? Да, работаю в театре, еще учусь в институте, то есть меня нету дома. Зарплата ваша, даже если начинаешь артистки, может прокормить, в общем-то? Ну, да, и в принципе... И на эти деньги вы его содержите, вот этого лба? Ну, я не могу сказать, что я его содержа... Ну, отдаете, во всяком случае, в семью, а не на свои какие-то булавки девичьи? Да, то есть у меня всегда был свой достаток, у него свой достаток, за квартиру мы платили вместе. Вот. Пока однажды случилась беда с кем-то? Ко мне приехала моя мама с сестрой, и получается так, что Василиса очень сильно заболела, и ее забирают скоро здесь, в Москве. И родители, естественно, мама едет с Василисой в больницу. У меня, она звонит мне прямо перед спектаклем, я понимаю, что мне нужно... В тяжелую ситуацию ребенок был без сознания, и в другой ребенок старший оплатил все. Я просто получила как раз перед этим зарплату, не сказав об этом своему молодому человеку на тот момент, да. А он прочитал по СМС, что вам... Да, он, да... И он со словами, с ножом практически, где деньги, а вы говорите, на мамку потратила с сестрой. Или что? Вот. Ну, естественно, раздор. Он забрал у меня телефон, забрал ключи от квартиры. От вашей, которую вы же нашли. Да, я пыталась выйти, но, к сожалению, и мне не удалось вырваться, вот. Я пережила огромный стресс, потому что я еще понимаю, что у меня мама с Василисой лежат в больнице, я не могу это никому рассказать, вот. А вы рассказывали маме, что он руки распускал, что он вас избил? Да, после этой ситуации, конечно, я... А вот ваше действие. Я понимаю, что он с младшей... Я в этот момент была в больнице, я позвонила ему категорически, сказала, чтобы он собрался. На что он сказал, вы не можете меня в последний раз понять, и я хочу попросить у него прощения. Что он с ней сделал? Избил. Избил ее? Вообще больной, что ли? Боже мой. Все, собрал вещи и ушел, да? Нет, я уехала к подруге, когда я говорю, собираю вещи и уходи, он говорит, мне некуда идти. Я говорю, ну и что дальше? Я могу тебе найти общежитие, я ему нашла общежитие, достаточно хорошее. Бутылочку с сосочкой тоже не забыли, так уложить все плитые, да? Да, позвонила ему, сказала, переезжай, нашла тебе общежитие. Я платила на полгода вперед? Нет, он мне сказал, живи там сама. Конечно. Ну, вот, я две недели жила у подруги, в итоге он съехал. На год? Да. Вот. И вы себе продолжаете сниматься? Работать, да. У вас никого за этот год не появилось? Ну, у меня было, естественно, общение, но души моей... Пока однажды вы с ним где-то случайно не пересеклись? Да, мы с ним пересеклись, начали... Он обрадовался? О жизни, вот. Начал говорить о том, что вот, я никого не могу найти за этот год. И потом он плавно перешел на ребенка, то, что вот, я бы хотела ребенка, я бы мечтала о ребенке, имена тебя. И вы его убежали делать? Вы с ним сделали этого ребенка? Да. И он опять исчез? Нет, потом начались разговоры о свадьбе. Я сказала, ну что мы будем делать, Леша, вот я в положении, я доверилась опять же. На что он мне сказал, ну что, свадьбу играть? То есть вот так. И эта подготовка к этой ужасной свадьбе меня довела до того, что я... Это ж такое приятное событие, хлопоты приятные. Да, я ни разу не была в свадебных салонах за это время, за время подготовки. То есть подготовка шла примерно месяц в моем положении. Почему? Потому что чем вы были заняты все это время? А потому что, когда я звоню человеку, говорю, ну что, как? Когда мы там с тобой пойдем, на какое число назначим? Мне без разницы, я работаю. Я тебе напишу заявление от нотариуса, пойдешь и сама распишешься. Я всякое слышала в своей жизни. Ну, чтобы по доверенности замуж выходить, оригинал. Мне предложили. И, конечно, после этих слов я поняла, что все, мне было очень горько в таком положении. Ребенка решили оставить, да? Да, ребенок для меня желанный. Я, несмотря на то, что я очень многое прошла в свои 22 года, болен. Но я понимаю, что этот малыш делает меня счастливой, несмотря на то, что я трижды уже лежала на сохранении из-за нервов своих. Он участвует? Нет, он не участвует. Я сказала, что свадьбы не будет, он якобы на меня обиделся. Таким образом я это поняла. И все, наши пути разошлись. Очень многие на ее месте в таком возрасте просто либо отдали бы ребенка, либо сразу сделали аборт. Она решила оставить, да? А он прочитал. То есть, следовательно, она к этому готова. Сильный человек. Хорошо, дорогая, скажите, а какого вы мужчину видите рядом с собой? Ответственного, на которого бы я могла положиться, самостоятельного. Вот вы сегодня, рассчитывая на мужа, на что вы надеетесь? Вот представляете, что у этого молодого человека тоже есть родители. И вот этот молодой человек приводит домой беременную Екатерину от другого и говорит, мам, женюсь. Вот с мамой что будет сначала? Ой. У меня сын. Прям представила. Девчонки. Ну, девчонки. Потому что всех растут девчонки. В анабиозе-то мужчина-то послушает. Ну, я-то, по крайней мере, растараюсь. Может, он прям поленится вашей красотой. Да. Ну, может, зубы ему заболтаем. А как вы считаете, вот все-таки для того, чтобы мужчина принял женщину в таком сложном, ну, неоднозначном положении, скажем прямо, какими качествами своими она может компенсировать ему вот эту, ну, жертву с его стороны, да, действительно? Понимание, забота о нем. Какой забота, милая. С каждым днем вам будет тяжелее ходить. Лето, жарко, будете рожать. В сентябре? Да. В сентябре. Представляете, какая жара и духота вам не то, что не будет. До родного мужа дела не будет, до мамы родной, до сестры. Вы будете сосредоточены исключительно на себе. Потом роды, потом кормежка, детей, сцеживание, жарко. У вас нет своей квартиры, у вас нет трех домработниц, и двух нянек, и трех негритят, которые будут с опахалом стоять рядом с вами. Он посмотрит, посмотрит и скажет. Ну тогда давайте Сирова будем искать, который будет счастлив, что уже вот такая прекрасная Екатерина ему досталась. Потому что если молодой человек, он захочет проживать свою молодую жизнь. А давай мы сейчас у женихов-то спросим. Может быть, они вот мы тут сейчас ужасы-ужасы рисуем, а они сейчас вот прямо с распросертыми объятиями, да еще... А Екатерина, как человек постоянный, как настоящий телец, может быть, будет действительно стараться, и забудет про свое положение, и да, будет раньше вставать, будет стараться. А если нарисуется этот ее многолетний любовник, и он скажет, а почему это мое дитя из роддома будет забирать какой-то там Петр, а я... И вот он нарисуется, а у вас уже с этим мужчиной отношения. Ну, я думаю, то что... Юриста пригласим, пусть отказную пишут. Я думаю, то что мы разберемся к этому времени... Нет, вы должны уже сейчас твердо знать, как вы себя поведете. Нет, я знаю то, что этого человека я близко на порог не пущу, и, конечно, я понимаю... То есть не будем графу писать, отец? Нет. Самое главное то, что я люблю детей. Да, почему? Да, это хороший факт. Хорошо, давайте, девчонки, приступать уже к знакомству. Нет, я даже совет ничего не буду, прям по ходу фантазировать буду, весь свой профессионализм к ключу. Пришла я на передачу, потому что произошла буквально на днях такая история, что я была на свадьбе у своей лучшей подруги. Букет поймала? Я поймала букет, а через 10 минут мне позвонили с вашей передачи и пригласили. Хотя я... Я подумала, что это может быть какой-то знак. Я не рассчитывала ни на что. Я не бегаю беременная в поисках мужа, за кого-то спрятаться. Я принимаю то, как есть все в своей жизни. Я надеюсь... Зря. Нельзя так принимать. Нужно сопротивляться ударам. Я... Я сопротивляюсь... Нужно сопротивляться посторонним и случайным людям в нашей жизни. Я согласна. Я этому учусь только. Еще есть в России мужики, надеюсь, он сидят трое. Сам факт, что она беременна, с ребенком будет. Это ничего страшного. То есть... Ну, я же говорю, некоторые абсолютно нормально реагируют на это. Как говорится, своих пять киндров еще успеть не надевать. Знаете, у меня нет задачи, чтобы вы сегодня вышли с кем-то на самом деле. Но у меня есть сверхзадача, чтобы вы, наконец, задумались над своей жизнью. Это же не кино, это же не театр, это ваша судьба. Вы ее не перепишете. Понимаете, если бы у вас было еще три жизни в прозапас, вы этой жизни накосячили, в следующий день их заработали, в третий там навлюблялись, а в четвертый уже так живете по-чистовому. Не бывает. Все нужно уместить. В одно. Несколько лет. Я вам желаю с вашей водолейской луной и с вашей сильной стихией воздуха, помимо вашего тельца, поменьше смотреть на жизнь отстраненно. У людей с водолейской луной есть такое. Они как будто из летающей тарелки на жизнь смотрят. Ну, кажется, что как будто из спектакль смотришь, как будто из зрителя. Вот пора становиться актрисой, действовать, может быть, где-то играть, но не смотреть со стороны. После рекламы у нашей невесты состоится первое свидание. Не пропустите. Вы смотрите «Давай поженимся» на студии Екатерина. Встречайте первого жениха. Меня зовут Сергей. Я очень бы хотел с вами познакомиться. Это цветы вам. Спасибо. Это корзиночка для вашего ребеночка. Спасибо. Можно я вам сразу подарю цветочки? Ох, как неожиданно вы их откуда-то вынули. Прям спасибо. Это вам. Это вам. Спасибо. Какой для вас, джентльмен. Да, давай. Сразу всем цветочкам. Давайте посмотрим на вас. Сергей. 23 года. Парикмахер-стилист. Гордится тем, что занял первое место на чемпионате по парикмахерскому искусству в Белгороде. Мечтает открыть сеть салонов красоты и стать многодетным отцом. Признается, что курит и любит вкусно поесть. Пока Сергей откладывал деньги на свадьбу, его возлюбленная искала ему замену в солнечной Италии. Надеется, что Екатерина станет ему преданной женой. А вы сейчас в Белгороде или уже перебрались в Москву? Нет, сейчас я перебрался в Москву. Я живу один, снимаю квартиру. Сереж, ну вот перед вами Екатерина. Не совсем в обычном положении. Да. Вас не пугает перспектива в ближайшие три месяца стать отцом? Нет, не пугает вообще. Молодец, сынок! Потому что хочется уже ребенка, хоть в мои 23 года, но уже хочется. Я очень давно живу один, самостоятельно. Кто в национальности? Я метис, русский с узбеком. То есть и семья для меня это что-то большое. Никогда не будете попрекать? Нет. А работа хорошая? Да, работаю я очень много. В перспективе что? В перспективе это открытие своих салонов. Уже что-то есть к этому? Шажочки какие-то? Какой вы молодец. Никогда без куска хлеба не останетесь. Потому что у людей зубы болят, волосы растут. Если они хотят всегда, это тот бизнес, в который есть смысл вкладываться. Только голову включайте. Вы смотрите, Катерина артистка. Как у вас с ревностью? С ревностью? Да, я думаю, я не ревнивый человек, потому что смысл ревновать, смысл запрещать кому-то что-то делать. Чем запретнее плод, тем он слаще. И поэтому... Ну разве вам не будет обидно, если вы адресно любите человека, если вы привязаны именно к нему, то, естественно, жажда обладания переполняет... Да, это есть чувство, это чувство собственности, да, она есть во мне. Вы целеустремленный человек, потому что приехать из Белгорода в Москву, мальчишки, и все сами, с нуля. И я верю, что вы откроете салон, сеть салона. Я тоже верю. Да, но у вас уже на этом этапе... Это вы молодой пацан, 23 года, если бы женились на молодой девчонке, и сказали бы, значит так, вот давай даем себе три года для того, чтобы встать на ноги. И работаете денно и ношно. Это нормально. Да. Да, у вас все совершенно может начаться по-другому, если вы женились на Екатерине. Понимаете, во-первых, это затратно. Ну, затратно, я думаю, я смогу обеспечить семью. А сил? Конечно. Сил, я думаю, хватит сил у меня, потому что я работаю очень много, но... Вредных привычек нет? Курение. Но сейчас борюсь с этим. А правильно я понимаю, что вы так одержимы идеей семьи и отдаете себе в этом отчет, что готовы принять женщину с чужим ребятом? Женщину, которая первое время не сможет уделять вам много внимания, потому что она малышом должна будет заниматься. Просто для того, чтобы эта самая жена и ребенок у вас были. Даже не важно, чей ребенок. Да. А теперь послушайте меня, Сергей. Вот родится ребенок. Да, с Богом, у вас все хорошо. Пройдет какое-то время, вы захотите общих собственных. Катерина скажет, нет, уже один ребенок есть. Ты знаешь, мне как раз вот сейчас предложили 492 серии съемки. Ты знаешь, потом. А потом потом. А потом она подумает, оперившись. Или любовь ее вдруг накроет. А ребеночка вам она все не родит, потому что... Я думаю, мы договоримся с ней об этом. Он примет ребенка, а вот то, что именно прямо вот он на все сразу согласится. Это не факт, скажем так. Вот как у такого прекрасного молодого человека, который на все готов. Готов жениться, готов прямо сейчас воспитывать чержевого ребенка. И как все эти потрясающие качества не оценила ваша возлюбленная? Ведь все у вас шло к свадьбе. Я до сих пор не могу понять. Но у вас дело шло к свадьбе. Дело, да. Я работал для того, чтобы обеспечить эту свадьбу. То есть я не хотел брать денег ни у кого. Я решил ее сделать сам. Вы бы ей сказали, да будет эта свадьба. Боже мой, где захочешь. Давай сейчас просто распишемся. Ну, чтобы если ребенок вдруг не был... На что она мне отвечала вот последний год? То, что расписываться нужно было сразу. А сейчас я хочу свадьбу пышную. С платьем на 100 человек минимум. А что, она была так хороша собой, обладала такими достоинствами, что она могла в принципе еще и выставлять условия ухаживать за ней? Я любил, наверное, этого человека. Любили. Все теперь понятно, почему. А у вас денежки-то остались, нам на ползунки-то хватит? Обязательно. То есть не растратили вы на этого? Все эти деньги, которые копились на свадьбу, они все на ползунки пойдут. Скажите, пожалуйста, но вы же сомневались в ней, раз полезли в интернет, нашли ее переписку? Да, последний, наверное, месяца два я почувствовал холод от нее. То есть я приходил домой, она как лежала на кровати, так и лежала. Нет, она не просто лежала, она еще и общалась с людьми, задавала миру вопросы. Общалась она, когда меня не было дома. Да, и один из вопросов звучал так. Что мне делать, если не могу бросить парня, потому что мне его жалко? Я вот ей говорю, что зачем спрашивать у интернета об этом, у тебя что, своей головы нет? Второй вопрос был, какой, про итальянца? А, да, она уехала. Итальянец зовет к себе, что делать? И вы ей ответили на этот вопрос? Я ответил, да. Почему не прогнали ее прочь? Ну почему? Она унижала вас. Не знаю. Я любил человека, любил очень сильно, искренне. И поэтому готов был терпеть, наверное. Кто любил, значит, она с тобой пользовалась. Давайте покажем сюрприз. Давайте. Ребенок – это счастье. Ребенок – это чудо. И поэтому прими от меня в нашу спальню новую, которую мы с тобой вместе обеспечим, устроим. И эта люлечка будет лежать у нас с тобой. Спасибо большое. Поздравляю. Это счастье. Спасибо. Какой золотой, какой золотой парень. А этот салатовый цвет. Сереж, пока. Спасибо тебе, родная. Как вам, Сергей? Мне понравилось. Мне понравилось то, что он очень добрый, открытый, душевный человек. Понравилось. Как это ни прискорбно, что у него такая история. И это действительно его сделало сильнее и ответственнее. И я даже в какой-то момент поверила, что этот человек готов. А вы что, не верите? Почему на моменты на какой-то? А сюрприз какой? Какой подарок? Ну, понравился сюрприз. Преждевременный немножко. А почему? Почему преждевременный? Ребенок будет. Катиша, как вам? Да, мне тоже понравился очень Сергеев взгляд. Мне он показался очень искренним человеком. Вот. Посмотрим. Я... Мне Сергей приятно очень сделал. И цветы, и витамины, и для малыша очень приятно. Я очень искренний человек. Я открытый, открытой душой для всех. Знаете, я бы не хотела, чтобы такой прекрасный человек на вас женился. А знаете почему? Потому что он может только стать ступенью. Вы как-то так в вашем положении. С таким расположением пришел человек, с таким сюрпризом, а вы еще вот это вот надо посмотреть. Знаете, что боюсь? Даже если у вас все сложится на какое-то время, вы выздоровеете рядом с ним, родите ребенка, он все взвалит на себя, все вам поможет. Вы оперитесь, стряхнетесь, и потом будете для любви. А Сережа останется с разбитым сердцем. Лариса очень-очень хороший человек, очень позитивный, и поэтому очень приятное общение было у меня. Как тебе, Руся, жених? Надо брать быстро, пока в себя не пришел, в общем-то. Пока он там еще во всех этих вот подарках, все остальное, много работает, тоже хорошо. В общем-то, там разберемся. Не в нашем положении, как говорится, тут эта кабинница. Поэтому я прям за Сергея. Прекрасный молодой человек, прекрасный, жизнью битый, но не озлобившийся. Глаза удивительные, утонуть можно. Вот тут поистине вот эта такая вот узбекская такая душа, необыкновенная. Вы знаете, когда любит весь мир. Вот вам столько любви достанется и вашему ребенку. Вот я ему верю. Знаете, насколько я люблю женщин-стрельчих, настолько я немножко опасаюсь мужчин-стрельцов. Уж больно они бывают одержимы своими идеями. Но в вашем случае, мне кажется, что вот эта одержимость семьей, идея нарожать много детей, она правильная. Вот это желание просто построить семью, неважно как, увидеть в вас не конкретную, может быть, личность женщин, а просто женщину, мать своих детей, это очень естественно, мне кажется. В общем, я бы рассматривала его на сто процентов и даже сомневаюсь, нужно ли смотреть других женихов. Давай поженимся теперь вашим мобильным. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет днем и ночью. Второй жених готовится к рандеву с нашей невестой. А пока реклама, оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Екатерина. Встречайте второго жениха. Удачи. Здравствуйте. У меня золотой жених. Я думаю, это не первый и не последний подарок наш. Спасибо. С кем вы, Жень? Я с друзьями, с Юрой и Таисей. Давайте на вас посмотрим. Евгений, 24 года. Начальник смены административного контроля в сфере торговли. Гордится тем, что отслужил три года в ракетных войсках. Мечтает открыть управляющую компанию и обеспечить свою семью. Предупреждает, что никогда не ест по утрам и всегда умывается после работы. Был готов простить измену возлюбленной, пока не узнал, что она ждет ребенка от его лучшего друга. Надеется, что Екатерина умеет дорожить отношениями. Я вдруг на секунду подумала, что было бы, если бы я после работы не умылась хоть раз. Чтобы было с моим постельным бельем. А вообще это очень правильно, умываться после работы и руки мыть правильно. Это смывает всю негативную энергию правильно. Вообще, даже если вы пережили какую-то сложную ситуацию, если это не конец рабочего дня, идите к крану и умывайтесь проточной водой. Это энергетически просто очень хорошо очищает. Еще помимо того, что нам женщины приходят снимать мейкап. Ты отдыхаешь после этого. Помылся, все чистые. Это норма. Это норма, да. У меня норма. А вам как перспектива стать отцом ребенку, который по крови будет не ваш? Кстати, уже вторая история такая. Как я вам могу сказать? Честно. Честно, откровенно. Отец не тот, который сделал, а тот, который воспитал. Ой, мой мальчик. А что ж тогда не приняли-то? Нет, ну там была такая история. Ваша возлюбленная изменила вам с вашим же другом? Ну, получилось так, что мы с ней ругались и уже ничего хорошего не было. Ну, я считал все-таки это все вернуть еще. И она и ушла? Она не ушла. Она сделала как-то. Она берет, встречается с моим другом. И я об этом не знаю конкретно. Я ее встречаю на том, что она сидит в машине у моего друга. И целуется с ним? И целуется, да. И для меня это было шоком. Но после этого я ей сказал, говорю, это не тот человек, которого ты выбрал на самом деле. Но простили? Да, я простил ее. Она по итогу решила для себя то, что она будет все-таки с ним. И после того, что она с ним позвонила мне, она поругалась с ним. Я все-таки приехал к ней и сказала, что... Приехал, случилось у вас все. Все случилось? Вот это то самое, да? Да, было такое. Ну, было. Главное, чтобы чувствовать себя счастливым и делать того человека, который рядом с тобой, счастливее тебя намного. И после этого, как бы, я ей сказал, я сам с Камчатки. Вот. Я сказал то, что давай... Единственное, что могу рыбу тебе прислать соленькой, если будет токсикоз. Токсик от накарков. Потому что выяснилось, что у нее уже беременность, позвонить. Да. Ну и все. Она по итогу решила для себя то, что она выбрала его. И после... Спустя этого время она не звонила, не писала. И мне просто друг говорит то, что она беременна от моего друга. И все. А вот эта история с замужней девушкой? С замужней девушкой была история... Это когда в армии был. Ну, познакомились мы также в кафе. У них тоже там не клеилось ничего. И получилось так, что она разводится с ним. Она сама со Ставрополя. Улетела в Ставрополь. Я в дальнейшем взял. Думаю, ну, стоит... Стоит лететь. И лечу в Ставрополь. Беру все возможные моменты. Пользуюсь ними. Говорю, давай обратно на Камчатку. Она была с ребенком уже. Родители у меня не против были. То есть все хорошо. А вот это все в армии происходит? Нет, это не в армии происходит. Это как раз окончание моего контракта. Ну, на чужом горе счастья не построишь. Это уже, по-моему, всегда такое было. Это редкие случаи, когда из замужней семьи найдешь свою половинку. Женечка, объясните мне, вам сейчас 24 года. Вы красивый, здоровый молодой парень. Почему себя не любите? Почему какие-то у вас сомнительные женщины? Ой, да ладно, один в армии, когда там у них, извините, мозг слетает. И что? С девчонками, что ли? Правильно. На самом деле, да. Вторая изменилась с другом, вы готовы были ее простить. Чего так все не любите? Ну, почему не люблю? Люблю, но... Просто истории, да? Истории такие, как бы... А правда ли, что в любой женщине можно найти достоинство? В любой, да. И, в принципе, вот правильно ли я понимаю, что это без обид? Что если вы с человеком будете находиться долго какое-то время, вы, в принципе, любую женщину способны полюбить, но что отыщите в ней эти качества? Да. Это замечательное качество людей, у которых Венера в рыбах находится. Это иногда граничит с неразборчивостью, или окружающим кажется неразборчивостью, но это действительно способность души любить по-настоящему. Просто объясняю тебе, почему. Потому что и вот эту замужнюю с ребенком любил, и ту шебутную такую непоследовательно любил. Екатерину, значит, полюбит. Естественно. Естественно. Естественно, это счастье. Тогда пообщайтесь, позадавайте друг другу вопросы. Катя, есть такая возможность. И у вас, мамочка. Да, интересно. А сейчас ты живешь здесь один в Москве? В Воронеже. А, Воронеже. А там работа? Работа у меня там. В Воронеже, да? А работа здесь, она возможна? В Москве? Да. Ну, как бы ни глупый, ни дурак, я думаю, найду. Ну, ты все. Хорошо, спасибо. Готов. Готов. Покажите сюрприз. АПЛОДИСМЕНТЫ Екатерина, так как я увлекаюсь теннисом, я бы хотел начать с маленького тенниса с тобой, ну и в дальнейшем с тобой играть и все. Отлично. АПЛОДИСМЕНТЫ Еще попадать научиться надо. Вот, видишь, ты меня победила. Молодец. АПЛОДИСМЕНТЫ Можно научиться. АПЛОДИСМЕНТЫ Какая прибыльность. Где вы это купите? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Все, ребят, это уже плохая затея. Дальше. Хоп. АПЛОДИСМЕНТЫ Хоп. Какой молодец. Ну, я думаю, мы с тобой научимся и будем играть. Спасибо большое. Спасибо, Женечка. Восхитительный сюрприз. Катюша, к нам идемте. Аккуратнее только, Катю, моля, аккуратнее. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, подарок, я думаю, достойный такой, да? Ой. Видать, вы, правда, хорошая девчонка, потому что подобное притягивает подобное. Что не жених, то просто какое-то сокровище. Как вам, девчонки? Да. Очень симпатичный внешний молодой человек. Вот. Видно тоже, что глаза очень добрые. И не разбалованы. Мне очень понравилось. Оценили. Раскручиваем. А вы что скажете, Настя? Мне тоже понравилось. Понравилось то, что он молод, то есть ближе к Кате по духу, по возрасту. То, что самостоятельный. Это самое главное, что нам сейчас нужно. А сюрприз какой? Клевый, прям, да? Прелесть. Спортивный. В нашу тему мы все спортсмены. Катя, вот, спортсменка и сестра, ее тоже младше. Катяша, как вам? Да, мне очень понравился сюрприз. Я хочу тоже его отметить, потому что в этой игре было, ну, нахождение взаимопонимания для того, чтобы уловить этот шарик. Парень очень интересный, симпатичный. Ну, вот, и я же понравился. Угодил. Роза, как тебе жених? Ну, что жених хороший. Ну, вот, отцом совершенно не готов стать. Ну, надо соображать. Ну, вот, Сережа правильно подарил кроватку. А этот беременная женщина что вместе? А он ее в теннис играет. Какой теннис? В теннисе. Ну, конечно, мне надо встать, что в каблуках, извините. Что это такое? Наш мозг ключи. Прекрасная женщина должна вести активный образ жизни, будучи беременнаю до родов. Просто это не болезнь, это временное состояние, поэтому вы должны активно заниматься спортом обязательно. Я плаваю, да. Да, умница. Ну, плавайте и в теннис. В теннисе в манюничный играет, но не надо на каблуках. Хороший парень. Говорю, хороший, но не готовый. Готов, мне кажется, абсолютно жениться. И мне очень понравились слова Василисы, то, что он полюбит практически любую женщину, которая будет рядом. Значит, будет снисходителен, значит, будет намногое закрывать глаза. А уж если он найдет у вас что-то такое приятное для себя, ой, радости будет. Поэтому не разбрасывайтесь. Это правда. Да, та ситуация, в которой мужчина ценит любовь как чувство. И поэтому он способен испытывать вот это тонкое волнение, но не к любой женщине, но практически к любой. Он правда способен найти положительные стороны. Вот когда задаемся вопросом, почему мир не без добрых людей, как говорится. Первый наш герой одержимый день, хочет семью. Второй просто широкая душа, готов любить, хочет любить. Вот поэтому берут женщины с детьми и беременных, да, потому что мужчины готовы к этому состоянию. Но вы должны понимать, что если вы его выбираете, то должны быть настороже. Потому что этот мужчина, жалостлив обычно, и любая, кто заплачет, разобьет коленку на его жизненном пути, или еще как-то на свою печальную судьбу ему пожалуется, тоже привлечет его внимание. Это мужчина, за которым нужно следить. Потому что его любвеобильность, она, конечно, кроется вот в этой сердечности душевной. Курить на кухне, потому что у них душевная утечка случится, подальше этих подружек несчастных. В общем, за этим мужчиной необходимо следить. Вот так вот, да, следить надо за мной. Совсем скоро невесте предстоит третье свидание. После рекламы Смотри на продолжится, оставайтесь с нами. Вы смотрите Давай поженимся, я предлагаю Екатерине встретиться с третьим женихом. Проходите. Привет, меня зовут Аркадий, очень рад с тобой познакомиться. Спасибо. Я заметил, что в чине передачи у тебя немножко эмоции поникли, и прими этот цветочек, чтобы тебе стало более веселее. Спасибо большое. Летий такой, да? Летий. Два в одном. Здравствуйте, Аркадий. Здравствуйте. Давайте на вас посмотрим. Давайте. АПЛОДИСМЕНТЫ Аркадий. 27 лет. Частный повар. Разводит ожереловых попугаев и соблюдает пост. Гордится тем, что стремится быть хорошим человеком. Мечтает побывать в тропиках. Предупреждает, что на кухне он главный. Единственная возлюбленная Аркадия долго принимала от него ухаживание, но так и не смогла его полюбить. Надеется, что с Екатериной он узнает, что такое взаимность. АПЛОДИСМЕНТЫ Аркадий, это ваше стремление быть хорошим человеком привело вас к глубоко беременной женщине? Ну, однозначно. Конечно. Но я стараюсь всегда помогать людям в трудную минуту. Это от головы или от сердца? От сердца. Постоянно. Да, потому что люди, нагрешившие к каким-то годам, тоже думают, ну, уже пора. Вы становитесь хорошим человеком, мало ли там. Не, ну, меня воспитывали с детства. Как бы всегда быть добрым, вежливым. Вы смотрите, Аркадий, ведь добрый человек, вежливый человек, отзывчивый. Он ведь не задумывается о том, переведу-ка я бабушек через дорогу. И себе зачетик. Раз. Хороший я сделал. Вот он просто так живет, как дышит, что он по-другому не может. А вы говорите от сердца. Это от головы, когда вы думаете. Вот сегодня я сделал четыре прекрасных, добрых дела. Я как бы не считаю, сколько дел добрых я сделал в день, да. От сердца нужно делать, от головы думать. Конечно. Я объясню, Ларис, потому что сложно это объяснить Аркадию самому. Он такой яркий представитель знака весы. А это те люди, для которых форма иногда важнее содержание. Им очень важно произвести впечатление. Но не ярко ударить в глаза, а важно создать ситуацию гармоничную для всех. Такую неконфликтную какую-то. Поэтому даже если, например, он не знал бы, что наша героиня беременна, он все равно бы сделал вид, что его это устраивает. Пожалуйста, вы что меня уговариваете? Я за то, чтобы человек себя менял на протяжении жизни. Чтобы он корректировал свои поступки. Вот я столько накосячила в своей жизни. Мне сегодня хочется быть хорошей. И я прям вечером ложусь спать, клянусь, без всякой иронии. И я отмечаю, думаю, какая я молодец сегодня. Вот ей могла бы дать там по башке. Этого могла бы с лестницы столкнуть. Вот этого могла бы отравить, понимаешь? Этого нахамить. А я ничего такого не сделала. Потому что, в принципе, ты выдержала. И я думаю, боже мой, я тут тоже сделала 4 хороших поступка. И, в принципе, сердце переполняется гордостью уже за неотравленных. И засыпаю, поэтому. Потому что я уже решила исправить как-то вот ошибки свои. Я в списке неотравленных тоже была? Нет. Просто извини, хочу поинтересоваться. Так, на всякий случай. Да. Да? Спасибо тебе за доброе дело. Один раз. Пожалуйста. Вот и я к вам с вопросом. Ну почему? Не обязательно сделать какие-то галочки. Это должно идти, в принципе, у каждого человека. Потому что у нас в мире, я думаю, должен править позитив, а не негатив. Чтобы более люди позитивно относились к другу. Как я ненавижу эти два определения позитивно. Как будто я в фотолаборатории. Хорошо так на жизнь смотрит. Позитивненько. Да. Молодец, да. Давайте так, на примере вашей возлюбленной. Как вы ее прямо отравили своей заботой, своим вниманием, вот этими романтик-ухаживаниями. Вот расскажите. Потому что у меня никогда в жизни не было даже возлюбленного романтичного. Никогда. Я не знаю, что это такое. Лишина. Ну даже, знаете, взять, например, так банально. Стоит перед ее домом трансфорентная будка. Это было зимой дело. Ну сколько? Метров 5-7 высотой. То есть через дерево я кое-как залез на нее и на снегу вытоптал, что я ее люблю. Позвонил ей, она посмотрела в окно. А мой муж портрет мой, татуировку сделал на плече. Это романтичный пастрон? Романтичный. Это очень романтичный. Вот мне, например, никто ничего ни на асфальте не писал никогда. Да? Да. Ну ладно, хорошо, зачетик. А вот когда вы на чердаке там тоже какие-то матрасики... На крыше дома, да, у меня просто вид очень хороший. Юрия Антонова пригласили же вон там? Нет. Нет? На крыше дома... Песня была, да, звучала, но без Юрия Антонова. Ага. И? Вот. Она пришла, у вас там шампанское? Шампанское. Матрасик? Нет, без матраса. Был столик, стулья, свечи, как обычно, ну чтобы романтично было. Ну, во-первых, я вам скажу... Но она заценила, как говорят сегодня? Ну, на тот момент, да. А вот крыша дома-то вашего где, в Москве или где? В Москве, да, в Москве. А у вас квартира какая? Ну, живу сейчас в Москве. А, то есть квартира своя нет? Своя квартира есть, да. Скажите, что такое частный повар? Вы в семье работаете? В семье преподаю кулинарные курсы, готовлю на дому. То есть банкеты маленькие, там что-то, выездные банкеты. А у вас самого есть свое любимое блюдо? Это очень многое говорит о человеке. Я люблю очень первые блюда. Супы? Да, очень. Ну, готовка, это всегда хорошо. Ну, я не задаю вопросы, как мама с папой встретят беременную жену, а не от вас. Потому что они уже умрут к тому времени. То есть пока вы будете лететь на Украине они сейчас живут, да? Нет, они живут со мной вместе в Москве. Ну, пока вы доедете, там, ну, до дома. Мама, папа, доготовьтесь, да? Папа раскачивается, будет говорить, что я сделала, что я проведена. Три месяца ему. Нет? Нет, конечно. Ну, хорошо тогда. Тогда сюрприз. Я хочу тебе приготовить очень вкусный витаминный салат, так как тебе очень нужны сейчас витамины, тем более в таком положении. Ты немножко украсишь листвой, салатом, да? А я пока нарежу сыр моцарелла. Ну, бери его, раскладывай, раскладывай, да. Опять витамины. Витаминки, витаминки, витаминки. Побольше. Как-то мы с этим моментом вообще-то пролетели. По кругу раскладывай салатик, да. Я сейчас буду уже нарезать помидорки. Тем более... Тем более с тобой вместе. Да, да. Дальше дома, я думаю, научу тебя много чему интересному, это не проблема. Опыт обучения у меня есть всегда. И начинаем собирать очень простое блюдо. Блюдо называется компрессо. Так вот. И польем немножко оливковым маслом. Так. Теперь я дам тебе попробовать маленький кусочек. Очень вкусный. Немножко сыра. Уже кормите, Аркадий. Покормим обязательно. Накормим, все сделаем. Пожалуйста. Приятного аппетита. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Проходите в твою комнату, а вы к нам, Катя. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, девочки, Настя? Мне очень понравился. Серьезная профессия, такой возраст, когда... Переход вот этот вот из мальчика в мужчину, в Москве живет. Профессия, конечно, просто потрясающая. Главное в Москве. В романтичной. Катюша? Салат очень-очень вкусный. Прямо энергия почувствовалась настоящая от этого человека молодого. Ну, конечно, все было с душой приготовлено, как я всегда люблю делать. Василиса, а как ты думаешь, вот может такая реакция быть у Аркадия, если он придумает какой-нибудь романтический такой сюрприз, а девушка не оценит? Разозлится, впадет в гнев? Нет, не впадет, но у Аркадия есть другое. Он бывает зануден, он очень любит поучать и поучить. Да. И он на самом деле будет требовать от супруги тоже очень много внимания к деталям. И благодарности. И благодарности будет требовать. И он из тех, хотя он и говорит, что на кухне буду главным я, я буду готовить. Но поверьте мне, вам, по-дому, придется шуршать не меньше, чем ему, и быть такой очень ответственной, очень исполнительной, услужливой. Хороший парень, но факторов, которые против этого союза, ничуть не меньше, чем факторов, которые за. Поэтому я бы сказала так, рассматриваем, но не в первую очередь. Ой, девчонок не знает там, что у него с характером, но, мамы, извините, с папой-то я еще договорюсь, как говорится, про такое положение, а с мамой вряд ли. Это мне не потянуть. Так что извинить не могу рекомендовать. Не знаю. Я думаю, мама не будет с папой против. Почему? Они будут только рады за своего сына, что он нашел все-таки свою вторую половинку. Девочки, даю вам слово, что не на каждой программе у нас такие достойные женихи. Подскажите, кого бы хотелось? Все молодые люди мне понравились. Спасибо им большое, что они поддержали Катю в этот трудный момент. Но выбрать надо одного, и мне кажется, что Сергей более подходит Кате. А там, конечно, я буду все равно руководствоваться ее мнением. Спасибо. Настя? Мне тоже кажется, что Сергей. Что вы скажете? Я хочу поблагодарить всех молодых людей. Я сделала свой выбор. Я, конечно, буду на коленях умолять Господа, чтобы у меня такого сюрприза в жизни не случилось. Чтобы у меня в моей жизни не появилась беременная невестка не от моего сына. Но вам сегодня повезло. Есть жених, который прекрасен во всех отношениях, но ему еще и все равно, что об этом подумают близкие. Мама в частности. Сергей. Если сюда она зайдет, то я буду очень счастлив выйти за ней. Я тоже за Сережу. Плюсов достаточно много. Почему? Деньги уже почти потратил, и не маленькие он уже, знаете, а мужчины это ценят. Почти сирота. Тоже никто мешать не будет, договариваться не нужно. Ну и добрый. Так что берем Сережу, а добра добра не ищут. А звезды вас, вам действительно эмоционально был бы ближе Евгений. Но я бы не советовала его выбирать, потому что нужно выбирать мужчину так, чтобы и он тоже был от тебя бесконечно без ума, и чтобы тоже только тебя и любил. Выбирайте между Сережей и Аркашей. Слушайте себя и слушайте человека, который внутри вас. Мы вас в любом случае поддержим. Проходите. Спасибо. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс их номером по телефону 4151. Иван, 31 год, номер 2774. Генеральный продюсер в концертном агентстве. Воспитывает троих детей. Любит петь в караоке. Чтит семейные традиции. Ему будет интересна невысокая женщина до 30 лет, которая сможет найти общий язык с его детьми. Наталья, 23 года, номер 2776. Домохозяйка. Воспитывает сына. Увлекается конным спортом. Любит отдыхать на природе и танцевать. Мечтает о крепкой семье и одном мужа на всю жизнь. Познакомится с воспитанным и порядочным мужчиной, рядом с которым обретет женское счастье. Мы не знаем, выйдет Екатерина одна или с избранником. Я приглашаю всех. Выходите, давайте ее поддержим. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет. Привет. Я очень рад, что ты вызвала меня. Спасибо. Я думаю, мы создадим с тобой крепкие отношения. У нас есть пара Екатерина и Сергей. Если вы тоже хотите обрести свое счастье, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился тот из участников сегодняшней программы, и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс имени героя на номер 4151. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поженимся. Удачи. Спасибо. Вы были не бинды до 39 лет? Скажем так, я всегда считал, что я умею строить отношения с девушками и особого значения этому не придавал. Не очень-то вам это было нужно. Какая вы? Выливаете ему клей на голову, не знаю, привязываете ноги к кровати ночью, спички вставляете между пальцами, поджигаете. Вы выглядите как женщина, которая уже 49, понимаете? То есть ей больше, но она рассказывает, что ей 49, у нее уже внуки. Все забыто и жирно, слезы высохли давно, на пути к новому миру и счастью. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...